всем доброго дня вот я свои черенки прививал и решил снять видео как я их прививаю и соответственно ставлю их на коренение вот мне надо привить черенок страшенский а по двое меня лидия розовая или забыла розовых каждый по-разному вот берем черенок обрезаю ослепляя соответственно почку она мне не нужно . здесь что корни с ними шли и пацаны узел миллиметр 23 вырезаем обрезал и тут соответственно тоже сейчас снимем этикетку название тут было название не забыла розовая снимаю ее так и тоже обрезаю так желательно острым концом к месту где будет делаться срез для техники безопасности обмазываем пальцы чтобы не повредить скотч малярный берем нож для кулировки нож хороший берем теперь сразу здесь на подводе я делаю сразу срез среднем где-то от 3 до 4 сантиметра я делаю срез отступаю так ориентировочно и стараюсь нож лезвик поближе брать можно на палец это вот так держу на пальц ложу и не так а протяжным делаю срез и все и срез готов одни махом одни махом одни махом одни махом сразу делаю здесь расщеп расщеп я делаю под сердцевиной не две трети как многие говорят две трети нет я под сердцевину я делаю сразу чуть-чуть делаю так разгибай чтобы на как язычок смотрелась вот она форма и ставлю ее в воду для чего в воду ставлю чтобы она была как бы влажной среде а привой я воду не буду ставить тогда вода которые вот это время когда я делаю здесь на срез будут делать на приводе вода исходящая подгоя будет переходить привой потому что привой чуть-чуть посушит мы знаем прекрасно что так она и будет происходить тоже вот делать 3-4 сантиметра также сам врез сперва врез чуть-чуть обязательно надо врезаться и потом сильным сильно и все и срезаем одним махом делаем так же сам расщеп вот расщеп взял скоба на два сантиметра делать ноги делать поменьше нет я делал на два пусть будет заказ лишним никогда не бывает и то же самое отгибаем чуть-чуть и расщеп расщеп ставим видите как кстати хорошо забегает если получится черенки разным диаметром то лучше я конечно одну сторону хотя бы сравнивать а другую сторону оставлять как она получится тут меня чуть-чуть как бы даже разный диаметр получается и одну сторону обязательно одну сторону выравнивать полностью вот эту сторону пример я беру ровно а а та сторона как получится чтобы камби совпадал на двух сторонах и на подвое и на привое и тут соответственно оно чтобы было ровно как все ну если ровно не будет одна сторона прихватится и тут камби пойдет в рост и там расти он тоже будет куда он тянется берем обыкновенную хбешную нитку лучше брать толстенькую 10 но верну это потом чуть-чуть и обматываем почему нитку я беру я раньше пробовал ленту изоленту скотчами разными они слабо притягивают и срастание плохо здесь можно сказать девяносто девять процентов из ста вас будет срастание обматываем так и аккуратненько обмотали и теперь фиксируем фиксируем вот так вот два пальца и вот все завожу вот так раз зовет все узелок у нас показался и теперь затягиваем затянул и делал обрезку все у нас черенок готова теперь остается сделать бороздачки для образования корней я раньше пользовался вот таким ножом тут зубчики есть раздел уже не понравился мелкие зубы перешел на вилку вот вилочкой делаем бороздачки видите как хорошо и предотвращает ничего не рамки ничего пальчик нормально у вас это все сохраняется три-четыре бороздачки сделал это такой получился меня привитый черенок теперь мы ее опускай в воду не воду парафин парафин разогретый был заранее меня и если вы хотите что толстый слой был парафин не сильно разогревать и достаточного шальника налить и рядом воду ставим холодную опускаем вместе с места где прививка опускаем все полностью парафин вынимаем и сразу воду вот нас получился результат подписываем чтобы не забыть потому что если одинаково то можно потом все подпишись одинаково сорта а если они разные и у всех понемножку то лучше сразу подписать его пишут страшенский многие называют его консулом или страшенский подписали его и делаем наклеечку наклеечку здесь разматывать не надо нитка сама по себе потом со временем она разложится и это большие удобства нитка чем ленты какой-то ленту надо срисовать и что-то проще по истечении какого-то периода времени а это ничего не надо вот черенок готов и еще хочу поделиться опытом как лучше хранить черенки в зиму я разным способом перепробовал но для меня более два способа хорошие один это в зиму под снегом прямо в яму выкопайте ну что вот сейчас зима а снега нету и чтобы это нибудь промерзания поэтому лучше хотя бы с тридцатки доски делать ящик деревянный и вверх накрыть чтобы доской тоже и сверху хотя бы сантиметров 10 земли на лошадь нее когда вам понадобится даже если будет с ним и понадобится достать черенки то вы спокойно снег разгребете там земля не мерзла это я вам говорю своему опыту земля не мерзла спокойно это все достаете и все или другой способ полностью беру черенок готовы это для меня домашних если немного лучше всего понравился весь ее профиль полностью изоляции доступа кислорода к нему полностью парафин и в полы выпускаются раками пакет и они зеленые ядые и даже вот пробовал не вымачивал еще они просто срез сделал он зелененький зелененький как будто вот только дерево сняты не конечно если вам париться то лучше конечно весь парафин а если в большом количестве то под снегом многие погребы вот я этот погребы хранил но они все равно получились они очень такие вот мы можем обновить это один обновим срез посмотрим что тут у нас есть он зеленый бледно бледно а он вымаченный был полтора суток на воде стоял почки уже вот видите начинали распускаться это один сорт тоже взял и попробовал на вино соли вот еще хочу поделиться что с виноградом который я его именно высаживал где декабре ложу на окоренение тоже прививка это лидия розовая подвой и привой ювелинова черкасский вот привил его вот видим как какая корневая система у него хорошенькая корневая система ему уже с момента как я его поставил и на на окоренение это два месяца прошло вот по 7 листочка уже до 7 листочек пошел снизу белая это меня перлит хорошая вещь между прочим советую все она влагу впитывает хорошо даже если влаги не хватает поставите блюдечко снизу водой наполните она в себе влагу тянет и корни вас не пересохнут сверху тоже я перлиты посыпал чтобы не так сильно высыхало поливая раз в неделю меня это устраивает это даже 8-9 дней хоть вот какое рассеяние 1 8 не поливая не чаще чаще не нужно вот видите как окулировочка произошла тоже врачеб не вот это врачеб просто не это врачеб видео на узелков побольше но для меня конечно врачеб она проще и легче соответственно узелки тут получается когда она срастается в толщине идет а если брать именно улучшенную кулировку врачеб то там она получше она ровно все это под лицо и ничего не видно даже когда срастется это узелка ну конечно на роли сильно большой не дает вот такое всем желаю успеха вот во всех делах всего доброго до свидания